Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад приветствовать вас в центре компьютерного обучения специалист. Меня зовут Валерий Иванов. Мы с вами сегодня рассмотрим рекламный вебинар по учету лизинговых операций. Мы приглашаем всех слушателей, успешных, начинающих, жаждущих понять, узнать особенности учета лизинговых операций и теорию, законодательство и практику в 1С бухгалтерии 8.3. Платформа 8.3, а редакция 3.0 бухгалтерии. Немножко о себе и о центре. Наш центр компьютерного обучения лучший из образовательных центров, дающих за краткие сроки максимум знаний и информации. Немножко о себе. Занимаюсь бухгалтерским учетом, налогообложением. Более 10 лет обучаю. Являюсь методологом и сертифицированным преподавателем компании 1С. Более 10 лет практический опыт автоматизации. Работаю в центре специалист уже седьмой год при МГТУ имени Баумана. Занимаюсь научной деятельностью, являюсь автором программных продуктов подрядчик строительства, бухгалтерия строительной организации. Интересую все, что связано с экономикой, финансами, бухгалтерским учетом, банковским делом. Среди крупнейших компаний, с которыми приходилось работать, обучать, это Луко, ЛМС, Кентрополитен, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, управделами президента Российской Федерации, Сбербанк России и множество других компаний. Это вот только основные, которые перечислены. То есть любые вопросы, которые у вас будут возникать, мы их будем разбирать на занятиях. И я работаю всегда со слушателями по принципу есть вопрос, есть ответ. То есть все вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать в чате, можете задавать лично непосредственно, можете по почте отправлять. Мы поддерживаем наших слушателей и отвечаем на все вопросы. Запись, конечно же, ведется. Вы ее сможете увидеть на нашем телеканале специалист ТВ или на нашем сайте. Значит, как пользоваться сайтом, раз возник вопрос, просто покажу, что заходите в Google Chrome или в любой браузер, выбираете в строке поиска специалист, любая раскладка, машина предложит. Значит, учебный центр специалист, прим. году имени Баумана, www.3w.specialist.ru. Здесь, конечно же, много всего нового. Вы можете записаться на всякие курсы, увидеть скидки, акции и так далее. Но если чуть-чуть справа посмотрите, почему мы лучшие, потому что уже 27 год, скоро нам будет 27 лет в ноябре этого года. Потому что более 250 преподавателей читают разнонаправленные курсы. Если вы зайдете в преподаватели, вы можете увидеть, что список всех преподавателей, если лично ищете кого-то. А Иванов всегда находится в левом нижнем углу. То есть фамилия, думаю, запоминающаяся. Поэтому, если захотите зайти и прочитать о преподавателе, о курсах, корпоративные отзывы, видео преподавателя, тоже доступно. То есть здесь все семинары, которые есть, вы можете посмотреть методику преподавания, мою личную, нравится, не нравится, информационно. Можете на сайте специалист на ютубе, специалист ТВ есть, или здесь вот прямо на сайте посмотреть видео. По учету МДС, по инвентаризации, по отражению отчета и отчетности. По производству и ряд других. Конечно же, это отрывки, не целые модули, а именно некоторые блоки. Возвращаемся к нашей теме. То есть мы с вами познакомились. Запись этого занятия тоже ведется. Когда будет доступно, когда наш отдел маркетинга обработает запись. Значит, о курсе немножечко. Здравствуйте. О курсе немножко. Значит, цель предоставить полный комплекс знаний и навыков, необходимых для успешной работы с лизинговыми операциями. Как теоретические знания законодательные, так и практический опыт наработать при работе с бухгалтерией 8. Курс будет содержать 24 академических часа. Этого будет достаточно, чтобы рассмотреть большую часть практически всевозможных операций по учету лизинга. Все позиции лизингодателя, лизингополучателя мы рассмотрим и рассмотрим различные ситуации с досрочным выкупом лизингового имущества, с расторжением договора, с возвратом и любые, которые могут возникать в сложном варианте учета лизингового имущества. Значит, программа курса. В чем особенность? В том, что 24 часа, как распределяются, на теорию лизинга мы выделяем 2 академических часа, мы рассматриваем сущность закона о лизинге, функции, особенности бухгалтерского учета лизинговых операций, ПБУ 1802, контрольные вопросы рассматриваем, учет на балансе лизингового имущества лизингового имущества лизингового имущества лизингового имущества, Более сложная позиция за балансовый счет, оплата, начисление ежемесячного лизинга платежа, отражение вычета по авансовым выданным, как это переходит право собственности к лизингу получателя по окончании срока договора, выкупная стоимость, принимаем основное средство к учету, отражаем НДС и восстанавливаем НДС по выданным авансам. Учет на балансе лизинга получателя, позиция лизинга дателя, лизинга получателя и формирование отчетности. За сегодня я не ставлю цель рассмотреть весь курс, потому что на курс я вас жду уже в начале сентября, через месяц стартует курс 1С лизинг в центре специалист. То есть можете записываться на этот курс, мы там рассмотрим все варианты, ответим на все вопросы. Конечно же, сегодня мы рассмотрим кусочек программы «Есть», учитывая особенность рекламных семинаров, что они непродолжительные. Мы сегодня не будем отрабатывать примеры в программе, а будем просто посмотрим момент, как в программе отражать, но вот в вордовском файле я подготовил вам такую краткую информацию. На примере вот учета на балансе лизинга получателя, позиция лизинга получателя. Четыре академических часа – это полноценное занятие. То есть сегодня мы даже не дотягиваем до одного академического часа, рассматривая здесь нашу курсу. Но я постараюсь просто показать основные моменты, на что обратить внимание, и как бы это было отражено в 1С, и что бы мы получили на выходе. Значит, профстандарты в бухгалтерском учете, если интересно, к чему относится наш курс, конечно же, и к бухгалтерскому учету, и к налоговому учету. Но кому может быть интересен? Конечно же, бухгалтерам-экономистам, конечно, студентам-программистам, операторам 1С, которые будут работать. Конечно же, менеджерам и сотрудникам лизинговых компаний, корпораций. Я обучал в свое время Роса-Агролизинг, то есть крупнейшую лизинговую компанию, тоже по бухгалтерскому учету. Ну и, конечно, у каждой компании есть свои всегда особенности и нюансы. Навыки, надеюсь и уверен, на 99,9%, что все слушатели, а мои слушатели, всегда всю информацию воспринимают и умеют отражать в бухгалтерском налоговом учете. Умеют пользоваться программой 1С Бухгалтерия 8. Умеют читать бухгалтерскую отчетность и стандартные отчеты, и регламентированную отчетность. То есть понимают, что такое дебиторка-кредиторка, кто кому когда должен, в какие отношения вступает и по поводу чего. Это очень важно, чтобы не допустить иногда роковых ошибок, связанных с учетом, которые могут стоить нам, например, карьер. Наши преимущества, преимущества во всем. То есть в Центре компьютерного обучения специалистов вы получите те компетенции и навыки, которые заявлены у нас по каждому из курсов, в том числе и по учету лизинга, получим практические навыки. Вместе со мной мы разберем все возможные типовые ситуации. И нет типовые, надеюсь, что у каждого из вас будут свои вопросы, на которые мы обязательно ответим. Понятно, что курс учета лизинговых операций, он логическое продолжение всех остальных курсов, которые связаны с бухгалтерскими учетами с 1С Бухгалтерией. То есть для понимания бухучета лизинговых операций нужно понимать теорию бухгалтерского учета. Для отражения в 1С лизинговых операций нужно понимать, как работает 1С Бухгалтерия. То есть если есть теоретические навыки и желание освоить этот курс, будете с ним работать, или для общего развития, то добро пожаловать. На этом курсе мы будем рассматривать не только бухгалтерский учет и 1С Бухгалтерию, но и налогообложение. Поэтому особенности налогового учета здесь тоже очень важны. Лекции, групповая работа, то есть курс теоретико-практический. Сразу будет и теория, и практика. Курс рассчитан на 24 часа. Вы можете заниматься или 3 субботы, или 3 воскресенья, или, это по 8 часов в день, или 6 занятий по 4 академических часа днем, вечером, то есть кому как удобно. Наш Центр компьютерного обучения специалистов дает документы об окончании. То есть мы выдаем свидетельства слушателям, у которых нет высшего образования. Если же у вас высшее образование есть, то мы выдаем удостоверение о повышении квалификации. Если нужен вариант сертификата англоязычный на иностранном языке для иностранных каких-то представительств, то мы такой сертификат выдаем. И, конечно же, для слушателей по дипломной программе, которая проходит больше чем 250 часов академических знаний, изучая целое направление бухгалтерского учета и налогового обложения, то в этом случае получат диплом о профессиональной переподготовке, что я желаю каждому. То есть если нет профильного бухгалтерского образования, диплом вам лишним не будет. Значит, прежде чем мы перейдем к рассмотрению одного из блоков учета, я хочу задать вопросы. Есть ли у вас ко мне вопросы на этом этапе? То есть если есть, пишите их в чате, я с удовольствием на них отвечу. Есть ли в плане организационном или в плане понимания, что будет, чего не будет на курсе 1С учет лизинговых операций. Если вопросов у вас нет, мы рассмотрим небольшой кусочек из учета лизингового имущества. С вашего позволения. Значит, лизинга основных средств, объект на балансе лизингополучателя, позиция лизингополучателя. Еще раз сразу скажу, что на практике мы все, используя компьютеры, будем отражать в режиме онлайн. То есть открывая программу и отражая все это в программе. Обычно я так и делаю. Убедиться в этом вы сможете непосредственно, просмотрев на сайте 3wspecialist.ru мои видеозаписи, что там все в режиме онлайн подобного рода. Но сегодняшнее занятие я решил с вами провести немножечко в ином формате. То есть рассказать о курсе предстоящем, который у нас будет, и просто говорить теоретически моменты, с которыми мы столкнемся. То есть здесь на базе примера сказано, что лизингополучатель заключил договор лизинга с лизингодателем на срок 3 года. Предметом лизинга является транспортное средство. Его первоначальная стоимость составляет 1,5 млн. рублей. В том числе НДС, который выделен 1818-й ход рыночной цены 234 тыс. рублей. По условиям договора лизинга и в соответствии с графиком лизинговых платежей, лизингополучатели перечисляют равномерно лизинговые платежи на протяжении всего срока договора. Ежемесячная сумма лизинговых платежей составляет 44 840 рублей, в том числе НДС. Общая сумма лизинговых платежей с учетом выкупной цены за период действия договора 1,8 млн. рублей, в том числе НДС. И выкупная стоимость соответствующая. Объект находится на балансе лизинговых платежей и мы рассматриваем учет и позицию лизинговых платежей. Значит, важно, что учет основных средств у лизинговых платежей ведется согласно ПБУ. 6-го 2001 года, с июля 2017 года мы уже обязаны говорить федеральный стандарт положения по бухгалтерскому учету, учет основных средств. Но, как ни назови, остался пока нормативный акт такой же, будем ждать 2019-2020 года, Минфин готовит нам поправки, связанные с учетом основных средств. Все изменения в законодательстве мы оперативно отражаем непосредственно в наших курсах. И вы будете раньше всех знать обо всем. Конечно же, учитывая специфику работы Министерства финансов, нужно понимать, что обещания не всегда становятся реальностью. Значит, что касательно теории. Первый шаг, который нужно отразить в учете, это отразить поступление основного средства. Нужно понимать, что позиция лизинга получателя, когда в договоре прописано, что на балансе лизинга получателя гласит о том, что мы должны отразить через 0,8 счет поступление основного средства. Дебет 0,8, кредит, так как это не просто поставщик, а лизингодатель, то в этом случае используется специальный субсчет, прочие расчеты с контрагентами в части именно лизингового имущества. В 1С придумали специальный субсчет для этих целей 0,76-0,71. Значит, отражаем поступление предмета лизинга на сумму 1,5 миллиона рублей. То есть поступает в лизинг, конечно же, в части без НДСной стоимости. То есть я сейчас говорю о том, что мы фирма на общей системе налогообложения. Мы выделяем без НДСную составляющую и выделяем НДСную составляющую. То есть у нас для бухгалтерского учета, БУ расшифровка означает бухгалтерский учет, у нас для бухгалтерского учета важно выделять без НДСную составляющую и сумму НДС. Для налогового тем более важно понимать, что в первоначальную стоимость основных средств ложатся все фактические затраты на создание основного средства без учета косвенного налога НДС. То есть НДС не входит и не может увеличивать первоначальную стоимость основного средства. Ну, конечно же, если меня спросят, сколько мы должны лизинг-гадателю, то мы должны не без НДСную массу, а плюс НДС, то есть всю рыночную стоимость договора. Полтора миллиона и двести семьдесят четыре тысячи. Мы должны всю стоимость миллион восемьсот один, восемьсот шестьдесят и так далее. Дальше, как это отражается в 1С? В 1С есть специальный документ поступления в лизинг. То есть мы сейчас его увидим. Пока теорию проговорим и дальше посмотрим, как в 1С. Дальше мы должны принять к учету основное средство в размере всех фактических затрат. Понятно, что если поступает автомобиль, то фактическими затратами по принятию на баланс учета основного средства в виде автомобиля будет являться не только поступление по договору лизинга, а могут быть и доп. расходы. То есть, если будут еще какие-то плюс доп. расходы, вы их тоже накопите на 0,8 счете. Соответственно, 0,8 будете списывать на 0,1 в сумме фактических понесенных затрат, связанных с этим основным средством. А сейчас следующий нюанс. Что в налоговом кодексе прописано, принимая к учету на баланс основное средство лизинга получателем, на балансе лизингополучателя, оно может быть отражено в стоимости, не превышающей затраты лизингодателя на приобретение основного средства. То есть, мне справочно нужна информация, за сколько сам лизингодатель приобрел это имущество. Расходы лизингодателя на приобретение составили 1,5 млн. минус НДС. То есть, фактически 1,3 млн. Поэтому, без НДС наставляющие, поэтому в налоговом учете принять к учету можно только на 1,3 млн. Но поступал предмет лизинга в поступлении на 1,5 млн. И здесь возникает первая дельта-дисбаланс. Что делать? Вроде бы на 0,8 млн. в налоговом учете мы отразили 1,5 млн. Но принять к учету на 0,1 млн. мы можем только 1,3 млн. Возникает, конечно же, временная разница, которая будет рождать отложенный налог. То есть, мы будем с вами говорить о том, что есть ПБУ 18,02. Пока временная разница. Но, согласно ПБУ 18,02, у нас эта разница, она должна быть учтена как-то между бухгалтерским и налоговым учетом. Если у меня в налоговом учете меньше будет отражено и меньше будет затем амортизироваться, списываться в бухгалтерском больше, то, соответственно, налог на прибыль будет больше. Это тоже нужно отразить в бухгалтерском учете. И как это отражается в 1С, мы рассматриваем на специальном курсе. Учет, налога на прибыль, 1С налог, налог на прибыль. На курсе 1С лизинг и лизинг мы тоже рассмотрим все эти разницы и влияние на отчетность. А сейчас, внимание, стоимость арендованного имущества, которую мы отражаем, мы ее отражаем и в бухгалтерском учете, и в налоговом. Она разная. 1,3 млн, 1,5 млн отличается на дельту, то есть на ту сумму, которая недоучитывается. Дополнительно в 1С мы делаем две еще проводки. Это корректировка стоимости арендованного имущества в части учета неамортизированной части. И используем специальные субсчета 0,1К, на котором тоже будет возникать временная разница. Затем мы должны увидеть, как это все будет закрываться. Ежемесячный лизинговый платеж будем отражать документом поступления. Ак накладная с видом операции услуги лизинга. Значит, будем отражать лизинговый платеж, будет частями на протяжении 36 месяцев гаситься несудная лизинговая задолженность перед лизингодателем. И, соответственно, к концу срока все должно свестись к нулю. Ежемесячный лизинговый платеж будет подтверждаться счет фактуры. Меня просили, лизинговая компания заказывала обосновать их представителям компании, их крупнейшим контрагентам преимущество лизинга перед кредитом. Конечно, учитывая, что я более 11 лет занимаюсь учетом в банках, и образование у меня банковское, у меня всегда была приязнь и приоритет, конечно же, к кредитам. К кредитам и к лизингу. Но подготовив курс, то есть, так скажем, был небольшой политический заказ. То есть надо было показать в свете, что лизинг более выгоден в качестве средств финансирования компании, чем кредит. То есть лизинг более выгоден. Какие аргументы у лизинга у меня были? Конечно же, это НДС. То есть ежемесячно вы получаете счет фактуру, которую вы можете отразить в книге покупок, то есть взять к вычету. В этом большой плюс лизинга, что получаете счет фактуру. Конечно же, я не озвучил, что лизингодатель это прекрасно понимает, и он на сумму НДС увеличил стоимость своих услуг. И лизинговые платежи процентом, конечно же, немножечко будут выше, чем сами кредиты. Но, с другой стороны, лизинг оформить намного проще и легче. И не все банки могут кредитовать на основные средства. То есть на оборотные активы они еще могут, а основные крупные техники, здания и сооружения с опаской кредитуют. А вот лизинговые компании могут. То есть, конечно же, проще получить лизинги, оформить, состоять в отношениях по договору лизинга. И, конечно же, это все легче оформить. Плюс-минус, если проценты примерно банковские и лизинговые одинаковые, то, конечно же, приоритет перед лизингом. Но, учитывая, что банк может низкие проценты дать, а лизинговые завышенные и сильные иногда подчас, то даже этот НДС, который нам дают к вычету, не спасет. Значит, расчет суммы амортизации за месяц оформляется регламентной операцией, которая называется амортизация. Ведомость амортизации возможно посмотреть, бухгалтерскую справку, справку расчета амортизации. То есть машина будет автоматически закрывать на 0,2 счет, потому что мы его укажем в принятии к учету основных средств. То есть она будет формировать 0,2 по кредиту в затраты и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Вы скажете, а как же так? В бухгалтерском, в налоговом, в бухгалтерском в сумме первоначальная стоимость делит на срок, 36 месяцев у нас, например. В налоговом тоже первоначальная делит на срок, просто у нас были разные сроки. Учитывая, что мы выделяли специальный в налоговом учете 0,1к счет, значит, разница, которая возникает временная, она должна быть закрыта ежемесячно. То есть 44-й счет не закрыта, а я скажу так. Разница между 1,527,3 миллиона, вот эти 227 тысяч, которые мы не амортизируем, она тоже должна пропорционально списываться. То есть 0,1-й счет постепенно будет закрываться и списываться. Мы будем признавать лизинговый платеж в налоговом учете. Вы скажете, а в какой сумме? Если лизинговый платеж поступил на 38 тысяч, то почему здесь 16 тысяч? Эту особенность, конечно же, удобнее рассматривать на примере. На самом курсе мы это рассмотрим. То есть здесь, конечно же, эта особенность есть. Мы должны списывать 0,1-й счет в сумме не большей, чем та дельта, которая была пропорциональна. То есть мы должны учесть, что есть амортизация. Амортизация амортизирует первоначальную стоимость основного средства с использованием 0,2-го счета. Но на 0,1-м была дельта. Мы ее должны тоже отразить. И, соответственно, этот факт нужно отразить в учете. Конечно, сразу забегу на вперед, скажу, что 1С это делает автоматически. То есть мы просто будем наблюдать, как это происходит. Значит, сопоставление, ну, составляем платежное поручение, оплачиваем лизинговый платеж, часть выкупной цены, как прописано. Иногда прописывают выкупную цену в конце срока. Иногда прописывают сразу, в каждом платеже будет оплата выкупной стоимости. Регистрируем оплату лизингового платежа с писанием с расчетного счета. Я надеюсь, все помнят и знают отличие платежного поручения от банковской выписки. Платежное поручение – это безусловный приказ банку списать с расчетного счета энную сумму денег энному лицу конкретному. Безусловный. А выписка – это результат списания или зачисления на счет. То есть в бухучете проводками всегда отражается только выписка банка. Многие корифеи учета 1С нам говорят, о, как же у нас есть платежные поручения входящие, платежные поручения исходящие в старых редакциях 1С. Конечно же, методологи 1С немножечко погорячились, когда писали платежные поручения входящие, исходящие. И в этом случае вы должны понимать, что платежка – это приказ банку, а выписка – это реально фактическое движение денежных средств по банковскому счету. Поэтому редакция 8.3 немножечко, да и 8.2, уже эту ошибку методологическую исправила. Но меня поразило больше всего, что буквально 3 месяца назад новая методологическая ошибка появилась в 1С продуктах. Во всех выписках вместо понятия «статья движения денежных средств» начали писать статья расходов. Это не одно и то же. То есть расходы и ДДС – это разные вещи. На наших курсах мы четко учим, разбираем, почему статья «движение денежных средств» это не статья расходов и доходов. Это категорически разные понятия. И во всем мире, экономисты всего мира, это знают. Я надеюсь, что наши методологи 1С это тоже в ближайшем времени поправят. То есть если вы случайно в выписке банка где-то увидите аналитику статья «расхода» и зайдете внутрь, вы увидите, что там будет справочник статьи «движение денежных средств». Но сам реквизит «назвали статья расхода» это тоже большое упущение. Конечно же, счет фактура с аванса, выданного приняткой счету. Как отражать теперь в 1С этот пример? То есть стандартно мы должны открыть 1С программу и в блоке ОСИНМА найти поступление основных средств. Я могу открыть прямо сейчас программу, но учитывая, что у нас катастрофически именно сейчас мало времени, а на курсе у нас будет много времени, то есть мы там будем все проделать в программе. «Основные средства нематериальные активы. Раздел». В панели навигации можно найти поступление в лизинг, создать поступление в лизинг, в документе «Поступление в лизинг» заполнить в начале шапку документ номер дата, контрагент договора, организация «Склад», заполнить, добавить информацию по автомобилю или любому активу, который поступает по договору лизинга, указать количество цену, НДС выделить и всего. То есть вы можете сверху НДС в сумме, как хотите, но классическая цена, она включает в себя НДС. Выделить на 0,8 и на 76 счете. Арендное обязательство и по лизингу, и 0,8 актив. Конечно же, когда вы нажмете «Провести проводки», а у нас на курсе 1С у всех аллергия на оранжевую кнопку «Провести и закрыть». То есть мы завершаем работать с документом классической триадой. Это «Провести проводки печатная форма». Любой бухгалтер, работая с 1С-бухгалтерией или комплексной автоматизацией, или ERP, или любыми продуктами 1С, я говорю именно о бухгалтерах, или о лицах, которые ведут учет, должен провести, увидеть, что он провел проводками, и тогда сформировать печатную форму, если это необходимо. Конечно же, движение не заставит себя долго ждать. В регистрах ЕНДС, входящих при приобретенном ценностях, и бухгалтерский налоговый учет регистра бухгалтерии будет отражена запись. То есть задолженность перед лизинговой компанией будет отражена по кредиту специального счета 76071. Конечно же, на втором этапе нужно принять к учету основное средство. ОСНМА принятие к учету ОСС создать. В принятии к учету ОСС вы указываете номер, дату, организацию, то материально-ответственное лицо местонахождения, внеоборотный актив, и указываете способ поступления по договору лизинга обязательно. Указываете контрагента, договор лизинга и особенности. На первой закладке указываете внеоборотный актив. Напомню, что в бухгалтерском учете царит кредитовый принцип. Это означает, что вы вначале укажете аналитику по кредиту, а только после укажете аналитику по дебету. То есть, первая закладка и в принятии к учету ОСС, и в требовании накладной – это всегда аналитика кредита. В зависимости от того, что вы выберете, то и будет. То есть, очень важно понимать, что заполняем по кредиту. Кредит 0.8 будет, а дебет 0.1, ведь на балансе лизинга получателя будет учитываться имущество. Вторая закладка, она важнейшая в каком плане. В зависимости от того, сколько здесь строк мы добавим, печатная форма автоматически поменяется. То есть, если здесь одна строчка, то будет А, ОС1. Если две и более, то ОС1. А если здесь выбрать одну строчку или несколько, но автотранспорт, то будет ОС1А. Конечно же, нужно создать карточку основного средства. Конечно же, заполнив все аналитики, что мы делаем на курсе 1С Бухгалтерии, мы указываем специфические субсчета 0.1.3 и 0.2.3. 0.1.3 – учет основных средств, именно объектов лизинга, арендованных объектов. 0.2.3 – амортизация арендованных объектов. Все-таки лизинг, в отличие от кредита, не дает права собственности сразу, даже если на нашем балансе. Поэтому называются арендованные арендные. То есть, лизинг – финансовая аренда. И собственности нам сразу не дает. Когда мы смотрим принятие к учету, особенность налогового учета. Помните, мы сказали 1.300.000.000. То есть, сумма всех фактических затрат лизингодателя переносится к нам. И именно затраты лизингодателя мы будем отражать в учете. В движениях вы заметите разницу, которая возникает. Временная разница и только в налоговом учете. А у нас налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским учетом в 1С. Жирным черным – это всегда сумма в бухгалтерском учете. Первое. Рядом параллельно будет налоговый учет с учетом разницы. То есть, 0.1.3. Рядом параллельно отражается чисто в налоговом учете. Ежемесячный лизинговый платеж будет отражен поступлением услуги лизинга. То есть, когда мы отражаем услуги лизинга, у нас обязаны мы выделить сумму НДС в ежемесячном лизинговом платеже. Мы обязаны зарегистрировать, я имею ввиду обязаны, не по закону, а по понятиям относительно нашей компании. Ведь если мы не зарегистрируем право на вычет, налоговый кодекс говорит, что это всего лишь право, можете не хотеть. Конечно, но если мы не хотим, мы теряем выгоды, упущенные НДС к вычету. А уменьшение НДС означает больше к уплате в бюджет. Ни один работодатель осознанно на это не пойдет. Поэтому все входящие счета фактуры мы регистрируем в книге покупок. Если у вас есть, конечно же, большие суммы продаж. Если совсем нет реализации, то может на протяжении трех лет вы все-таки воспользуетесь этим вашим правом. Но если вы счет фактуры не отразите никогда, то право никогда у вас не появится. Без счета фактуры, нет счета фактуры, нет права на вычет. Счет фактура есть, право на вычет будет. И оно незамедлительно будет отражено в учете и не заставит себя долго ждать. То есть сразу дебет 68, кредит 19, 04 по услугам. Сразу же НДС покупки означает запись в книге покупок. То есть регистр накопления НДС покупки говорит о записи в книге покупок. Регистр бухгалтерского налогоучета говорит о записи в буквы и налоговом учете. Конечно, НДС для налогового учета нам не интересен. Но для записи книги покупок и декларации по НДС раздела 8 нам это очень важно. Как рассчитывается амортизация? Конечно же, закрытие месяца. Закрываем месяц, в амортизации смотрим амортизацию. И смотрим признание в налоговом учете лизинговых платежей. То есть можно справки расчета посмотреть, можно кликнуть зелененькие гиперссылочки, открыть справки расчета. Документ формирует движение 440203. Напомню, 0203 специальный субсчет для амортизации арендованного имущества по договору лизинга на балансе лизинга получателя. Согласно ПБУ 1802 будут возникать вот эти разницы. Разницы будут гаситься. То есть мы их будем начислять, будем гасить. Введываем из по амортизации. Тоже покажет вам информацию с учетом разниц, которые возникли в стартах. И с учетом за периода, что появилось, что отразилось. Оплата отражается по банку, регистрируем. Платежку делать в 1С не обязательно, ее можно сделать и в клиент банке. Но мы обязаны зарегистрировать именно списание с расчетного счета по договору лизинга. Здравствуйте. Да, конечно, проходите. Здравствуйте. То есть когда вы отразите списание с расчетного счета, можно еще и зарегистрировать счет фактуру на полученные аренды. У нас 18.00. На этом мы завершаем наш сегодняшний рекламный вебинар. Мы вас всех ждем на занятиях по учету лизинга. Теория и практика учета лизинговых операций. Позиция лизингодателя и лизингополучателя. Все примеры в 1С с учетом особенностей досрочных расторжений договоров, прекращений или полного выбытия, согласно временному факту. Всем спасибо большое. Если есть вопросы, задавайте. Мы вас ждем в лучшем центре компьютерного обучения специалист. Уже совсем скоро стартует курс 1С учет лизинговых операций. Всего доброго и до свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok